Здравствуйте! Это Брюссельский дневник с Яной Том. Поговорим о такой занятной штуке, как конфликт интересов. Европарламент продолжает присматриваться к кандидатам в еврокомиссары. Среди прочего мы стараемся как можно тщательнее отслеживать все, что касается их связей с политикой и бизнесом. Цель простая – исключить любую тень коррупции. Правовой комитет Европарламента корпит над перечнями имущества и может даже потребовать от кандидата, например, продать акции какой-то компании, чтобы, не дай бог, сфера компетентности комиссара не пересеклась с делами на небе предпринимательства его или его родных. Я не имею права приводить конкретные примеры, но, поверьте, процесс этот очень жесткий и бескомпромиссный. Даже непрямая связь вызывает подозрения. Тут наверняка многие вспомнят Акая Каллас, и это хороший пример. Первоначально Кая известила Европарламент о своих банковских счетах и сбережениях, а вот раздел, касающийся финансовых интересов супруга, оставила незаполненным. На фоне скандала вокруг связи ее мужа с российским бизнесом это, конечно, вызвало вопросы. Каю попросили, и она дополнила декларацию сведениями о коммерческих интересах Арво Харлика – нынешних интересов. Потому что с фирмой, которая после начала войны продолжала работать в России, компания Харлика порвала отношения еще год назад. Комитету по правовым вопросам этого хватило, чтобы заключить, что Кая Каллас чиста. При этом газета «Политику» продолжает упоминать о скандале в своих материалах. Но надо сказать, что Кая Каллас просто ангел на фоне некоторых других кандидатов в комиссары, которым пришлось внести в свои декларации куда более серьезные изменения. А я, наблюдая за всем этим, думаю о том, что происходит на родине, в Эстонии. На днях я простава в делу в ведомостях, что фонд «Справедливого перехода» дал почти 6 миллионов евро фирме «Ишая», владельцем которой является не кто иной, как депутат Регикогу и член правления партии «Есте-200» Тармо Там. Если бы Тармо Там обсуждали комитеты Европарламента, у нас возникло бы очень много вопросов. Во-первых, в Регикогу он заседает в комиссии по делам ЕС и в экономической комиссии. А речь, напомню, о деньгах ЕС, распределяющихся через фонд «Справедливого перехода» для создания рабочих мест в ведовируме. Раньше Тармо Там возглавлял комиссию Регикогу по окружающей среде, а сегодня входит Совет Государственного центра инвестиций в окружающую среду. У этого центра есть проекты, финансируемые тем же самым фондом «Справедливого перехода». Во-вторых, у компании «Шая» своеобразная история. Она много лет с переменным успехом перепродавала древесину из России. После начала войны экспорт российской древесины прекратился, а с ним увяла и существенная экономическая деятельность. Доход от продаж в 2023 году составил 218 евро. Компания искала новые рынки, видимо, нашла. В этом году доход все же подрос. Но главное, у компании, судя по отсчетам, не было ни одного работника. И вот такой фирме фонд «Справедливого перехода» дает 6 миллионов. Я буду только рада, если «Шая» построит в Кофт-Аярбе завод по производству пиломатериалов и создаст обещанные 25 рабочих мест. Но изумляет сам подход. Ни у кого не возникло никаких вопросов насчет того, нет ли тут конфликта интересов. Юридически все корректно. У нас по закону исключают из числа претендентов на поддержку только тех, кому запрещено заниматься бизнесом и кто был наказан за экономические преступления. Но если бы что-то подобное происходило на евроуровне, чиновники и журналисты подробно расспросили бы Тарму Тамму много о чем, чтобы удостовериться, что конфликта интересов нет и проект осуществим. А у нас государство молчит, а в Северном побережье выходит материал, где журналист даже вопросов таких депутату не задает. Разница подходов налицо. И хотелось бы, чтобы Эстония уже взяла наконец тот пример с Европы. Хороших вам выходных и до встречи через неделю.